День воскресный, день чудесный, а я спешу к вам с новым выпуском, который, на секундочку, будет актуален для всей территории России. Обычно мы снимаем выпуски про Москву и Московскую область, но сегодня отличный сюжет для всей нашей страны. Ребята, первым делом я вас настоятельно прошу подписаться на телеграм-канал, потому что этот выпуск отчасти родился по результатам опроса. Там я задал вопрос, что бы вы сегодня купили? Квартиру в новостройке, квартиру на вторичке, землю и начали бы строить сами дом или землю с готовым домом? И на основании того, что практически 50% людей выбрали землю и дом, я решил, что самое время записать потрясающий выпуск. Напомню, ранее мы встречались уже с Дмитрием. Это человек, который профессионально занимается землями, помогает людям выигрывать аукционы, все в белую, все по закону, строят дома, продают, оставляют для себя. И вот сегодня мы с ним запишем вторую серию, где уже подробнее поговорим и разберем, что сегодня происходит на рынке, по каким ценам люди забирают участки. Покажем живые примеры выгодной покупки, покажем пример, где аукцион пошел вверх. Короче, друзья, вот этот выпуск, он будет очень полезен для всех тех, кто любит подумать, послушать, собрать информацию. Ответьте на ряд ваших комментариев к предыдущему выпуску, я ему еще задам колкие вопросы. Тайм-коды ждут вас в описании, ссылочка на телеграм-канала, где я публикую различные опросы и новости, связанные с каналом, тоже ждут вас в первом закрепленном комментарии. В предыдущем выпуске я сетовал, что конфетки только у меня есть к столу. Вот смотрите, обычно, когда вы смотрите какие-то передачи, камера стоит на месте, а у меня есть шикарная возможность. Подойдите, пожалуйста, поближе. Что у нас сегодня, друзья? Вареники с картошкой и грибами. Домашние, от мамы. Мама передала, смотрите, с маслицем на утро, самое оно. Кофе, а еще, ну вы посмотрите, ну это деликатес. И корочка немножко красная. Печень трески и тарталетка. Вещь недешевая. Купил ее в одном дорогом магазине. Одну взял, серьезно, взял одну. Ну и конфетки. Поэтому таким образом я, как и вы, прямо сейчас буду наслаждаться завтраком. А вам буду показывать потрясающий материал и давать комментарии на том самом привычном для нас балкончике. Снимаю пробу. Мама, я люблю тебя. Приятного просмотра. Вот расскажи мне, пожалуйста, как дела? Что произошло за последний год? Какие изменения? Хуже, лучше? Какая, в общем, картина по вашему текущему бизнесу? Вообще по ситуации с земельными участками, строительствами в целом? За последний год работы появилось больше намного, растем. Также я рассказывал подробно, как получить землю в последнем ролике, который мы вместе снимали. Сейчас строим вот такие дома, строим уже сами. Как бы до этого нанимали мы людей, привлекали, чтобы они нам строили дома. Сейчас мы это делаем сами. Точно так же предоставляем услугу индивидуального сопровождения. Это не какое-то обучение, то есть работаем на результат. Человека взяли, за руку провели, он получил свой земельный участок. Если ему нужно построить домовладение, подключились, подстроили, помогли с переводом. Нужно помочь с реализацией, также помогаем с реализацией. И к слову, человек, которому мы помогли, он стоит за кадром здесь. Он пришел с предыдущего ролика к вам, обратился. Вот ему мы зададим больше вопросов с точки зрения послушания. Расскажи мне, пожалуйста, где мы находимся сейчас. Что это за земельный участок по площади, назначение. Сколько он стоил, по какой цене его забрали. Вот эту историю кратенько. Находимся мы в Дмитровском районе, деревня Кавериянки. Земельный участок здесь порядка 7 соток. Был построен барн. Земельный участок забрали с аукциона. По начальной стоимости 170 тысяч рублей. Это 170 тысяч за 7 соток. Да, это арендная годовая ставка. Земельный участок за полгода перевели в собственность. То есть от 170 сэкономили, еще половину только заплатили. Построен дом. Данный дом уже реализован. Если посмотрите локацию, в данной локации, ну, меньше 5 миллионов подобные строения не продаются. Мы же свои строения не только на этой локации продаем, всегда чуть ниже рынка. Почему? Потому что у нас есть запас, зазор, прочность, скажем так. Земельный участок мы получили через муниципальные торги, сэкономили. Свои строительные бригады сэкономили на строительстве, не в плане качества, а в плане именно себестоимости материала. И данный объект был реализован за 3 700. Расследование. Сказать можно все что угодно. Мы продаем, ниже всех, выгодно покупают. Доверяй, но проверяй. В этом выпуске по некоторым высказываниям Дмитрия я постараюсь быть более скептичным и перепроверять его слова. А сделать это очень просто, чего я вообще вам всем советую, когда вы подобные вещи изучаете. Значит, что мы делаем? Открываем доску объявлений. Находим непосредственно сам поселочек. И вот они, пожалуйста, цены вживую. Вот это, через воду я вам обвожу. Здесь есть газ. Он уже проведен, как я понял. И здесь, соответственно, цены выше. А вот наши участки. Ну, давайте начнем с самого края. 1 миллион рублей. Ага, смотрим. Что это такое? А это, ребята, 6,2 сотки по цене. 1 миллион 59 тысяч рублей. Описание вы можете прочитать. Естественно, все красиво расписано. Шикарное уединенное место. Асфальтная крошка. 15 киловатт. И так далее. Можете почитать. Простейшая математика. Ценник делим. Получается 170 тысяч рублей за сотку. 170 тысяч рублей за сотку. Просто земли. Люди же покупают, забирают этот земельный участок через аукцион по цене 175 тысяч рублей. Полгода пользуются арендой. 85 тысяч рублей. 50 тысяч рублей. В дальнейшем Дмитрий расскажет. Уходит на переоформление, чтобы получить в собственность. Итого складываем две цифры. 135 тысяч. Делим на 6. Получается так, что при их вводных данных, что они потратили полгода, им сотка земли обходится 19 тысяч 285 рублей. Как вам? Хорошо? Смотрим, что есть еще. Так, ну вот, давай. 4,5 миллиона рублей. Что же это? Домик. Открываем. 36 квадратов. Строение. Ну, видно. Дача. Ну, по состоянию внутри все понятно. Дача. 4,5 миллиона рублей за дачу. У них на территории еще есть банька. И участок у них 12 соток. Ну, опять же, на понижение идет. Тут уже выводы делайте сами. И вот по такому принципу, если пойти по карте, ну, за 35 миллионов даже открывать не буду. Там просто большой дом уже даже рядом его не сравниваем. А все, что миллион, это участки, на которых нету ничего. Ну, в данном случае что-то похожее на ту же самую историю, как у ребят. То есть, там, дом тут строят. Ну, короче, вот чистое поле за миллион сто. То есть, чувствуете насыщенность сюжета, полезная информация? Как вы можете сэкономить хорошие деньги? Смотрим дальше. Вы его выкупаете на основании того, что вы построили дом. Подаете документы, все, его можно выкупить. Дом какая площадь? 60 квадратных метров. Сколько он под ключ, вот просто обходится и по срокам? Сколько он стоит до того момента, как его уже, ну, этот участок уже можно выкупать? Ну, давайте конкретно по этому. Цены немного у нас меняются. Вот конкретно, давай, по-живому. Конкретно этот обошелся вместе с землей 2 миллиона рублей. То есть, 80 тысяч участок. Перевод земельного участка, выкуп в собственность точно так же. 50 тысяч рублей мы закладываем, потому что плюс-минус 3% так получается по кадастровым стоимостям. И порядка 1 миллион 800 строений. Сделаны септики, подведена вода, точно так же подключено электричество. Проводка вся так же разведена, все, заходим, ставим обогреватели, ставим кухню, ставим мебель. Сколько вы по времени строили? Да все объекты подобного плана строятся, ну, полтора, максимум два месяца. Если есть задача и у нас высокоаренная плата, можем успеть и за месяц. То есть, каждый случай, где-то усиляемся, где-то можем спокойно идти в обычном режиме. Но это летний дом. То есть, зимой там в минус 30. 150 утепление по кругу, ставим обогреватели. Такие подобные дома, люди зимовали, все в порядке, не холодно. Ну, как бы они живут в этих домах. Таким образом, ребята, смотрите, 2 миллиона было вложено, и вы его уже продали за миллион 700. За 3 700. Ну, 3, я уже высчитал, кажется, сколько денег у вас осталось. На чистоту, скажем так. Вот миллион 700 чистая выгода. Сколько ваших денег, сколько его? Вся чистая прибыль при нашей совместной деятельности делится напополам. 50 на 50? 50 на 50. Но мы на себя берем всю работу под ключ. А с его стороны только на начальном этапе денег он дает? Оплачивает строение, правильно? Да, если он хочет на каком-то этапе поучаствовать, чем-то помочь или присутствовать при возведении этого дома, без проблем. Но зачастую получается так, у каждого свои дела, и кто-то приезжает, просто смотрит, кто-то чаще присутствует, кто-то реже. И вот эти 50 на 50 оговаривают сразу, правильно? Это не сюрприз там в конце, что типа миллион 700 отдай сюда. Поэтому, ребята, я просто вижу их комментарии, они скажут, о, а что это 50 процентов? Постройте все сами, сделайте все сами, от и до, это вообще никому платить не нужно будет. Все на вашу ответственность, все на ваших причин. Да, ну и опять же, получается, если мы говорим о доходности, человек на вложенные получает где-то порядка от 40 до 60 процентов годовых. Если мы берем, сколько он вложил и момент реализации. В данном случае реализация прошла за полгода. Человек, вложив 2 миллиона, вот мы с тобой посчитали, чистыми там заработал 850 тысяч. Несложно посчитать, сколько это годовых. Если этого мало, ну я не знаю, зато это надежно, мы это видим, мы это можем потрогать и никуда оно не денется при каких-либо падениях, просадках курса, инфляции и так далее. А сейчас хочу задать вопрос всем тем, кто сталкивался с кредитованием. Было ли у вас такое, когда вы брали больше одного кредита, а потом хотели вернуть тот день, когда кредит был один, для того, чтобы не держать в голове даты, в какой день и по какому кредиту, да в какой банк платить. Вот у банков это называется рефинансированием. Когда вы несколько кредитов объединяете в один или переоформляете старый кредит на новый, но под более выгодные условия для вас. А вот на YouTube-канале кредитного брокера МБК с регулярной периодичностью выходят короткие видеоролики. Основная задача которых давать дельные и полезные советы по финансам и как вообще пользоваться банковскими услугами. На канале уже вышло довольно-таки большое количество роликов, среди которых, например, как делить кредит после развода. Или как правильно пожаловаться на действия коллекторов. Если вам нужны толковые советы, как правильно пользоваться банковскими услугами, как взаимодействовать с кредитами, как их правильно закрывать, как их правильно брать, для того, чтобы не попасть в просаг, вот как раз для вас и есть полезный канал на YouTube МБК. Ссылочка уже ждет вас в описании МБК. Подписывайтесь, просматривайте и получайте полезную информацию. Знакомьтесь, друзья, Макс, актер театра и кино МХАТ. Вот наняли мы Макса за полторы тысячи рублей, Макс заколымил за 30 минут, сейчас расскажут, что он якобы участвует, инвестор, там все дела, и уедет. Но если по существу, вот смотри, выходит ролик, ты смотришь, я читаю комментарии, вижу, что всегда у нас встречаются люди, которые ни во что не верят. Вот, пожалуйста, живой комментарий к предыдущему выпуску на эту тему. Не верят люди, что можно забрать землю по номиналу, но почему-то всегда такая мысль идет, что есть ли участок, то в самом лучшем месте и по самой низкой цене. А что бывают участки в деревнях, в селах, в поселках подальше от города, на которые действительно можно выйти и забрать их по номиналу, такую мысль даже не допускают. Везде есть мохнатая рука, везде есть какой-то помощник, который может по блату все порешать. Но об этом, в этом выпуске, мы еще поговорим более детально. Ну, смысл в том, что у одних все плохо, а ты говоришь, дай-ка попробую. Почему ты вообще решил, вот расскажи мне, что тебя привлекло, почему ты решил полезть в эту историю? Ну, вообще с пандемии начался этот бум, подъем продаж земельных участков и строительства домов. И я интересовался именно как раз-таки той темой, чтобы брать в аренду участок, переводить его в собственность, ну, строить дома и переводить его в собственность. Искал очень много информации в интернете, искал, искал, ничего толком не мог найти, в ютюбе все пересмотрел, и тут выходит твой ролик. Я, да, я его прям за 10 минут посмотрел быстренько. Часовой ролик, вот, ну, попался. Долго не ждал. Мне вообще интересовался вот эта местность, Гришино, да, здесь озеро, потому что... Ну, рыбалка здесь хорошая. Да, я хотел для себя здесь именно участок. Ребята меня вели от и до по всем этапам, и попался этот участок, и я решил все-таки просто проинвестировать деньги. Ну, вот в торгах ты бы сам принимал участие, правильно? Да, с помощью Дмитрия, то есть мы нашли вместе участок, я зарегистрировался, внес деньги. Ну, участвовал, да, сам. Ну, короче, понятно, тебе подсказывали, а помогали. Да, ну, мы, да, там больше участников не было, мы сразу по начальной стоимости забрали. Вот смотри, 850 тысяч мы делим на 6 месяцев. Да. Ну, сколько там, 100 с чем-то тысяч, точную цифру я вывожу на экран. Да. Но при этом ты как бы сюда вообще приезжал, там какое-то участие принимал, там строительство дома, или ты как бы из серии начальник. Нет, это номинально, грубо говоря, ребята всю работу сделали абсолютно. Я изначально хотел сам попробовать, то есть когда мы выиграли участок, я хотел сам попробовать построить дом. Посмотрел, повыбирал и бригады, и то, и поездил по домам, которые строили. Меня ничего не устроило, я думаю, блин, ну, ребята уже строят, ну, с ними договорился. Подохерел, это такое слово русское, подохерел от того, потому что многим кажется, вот в дальнейшем вас ждет просто вот такой сюжет, как раз где человек, вот тебе затравочка, уезжает из Москвы подальше и начинает сам строить дом. И с чем вот он столкнулся, вот там это просто, мама дорогая, будет интересно. Да и, собственно, вот она живая зарисовочка на эту тему. С чего начинается покупка или строительство дома у человека, который не связан со стройкой и просто захотел себе дачку каркасничек. Мы сейчас сделаем акцент именно на каркасниках. С чего начинается покупка? С похода в интернет, по магазинам. Я открываю поиск и пишу. Каркасный дом, строительство, подключи цена. Вылетают три первых сайта, и вот я вам открываю. Ну, пожалуйста, посмотрите, прекрасные цены, миллион двести, полтора-два, там где 4 миллиона рублей, так это и вовсе дом на 128, большой, шикарный. Я ни в коем случае не хочу там как-то опорочить, сказать, что это все развод, нет, но это цены, скажем так, от. А дальше к вам будут задавать вопросы утепления, вы хотите жить там на постоянку или только летом, то есть это будет целый конструктор. А еще важно понимать, что визуал, вы смотрите, дом, брусчатка, газончик, дерево, лавочка, но по факту вы же покупаете только дом, но визуально вы видите уже целую картину, как вы приезжаете, ставите вашу машину, кайфуете. Все те, кто занимаются стройкой, сами строили дома и прошли через все это, вы сейчас скажете, ну это банальщина и так все понятно. Друзья, поймите, это вам понятно. При этом, если же вы занимаетесь профессиональным строительством, вы понимаете, что вот тяжело общаться с людьми, потому что они не понимают, они смотрят, ну вот же, миллион двести, сделай мне миллион двести, чтобы я жил там на повседневку всегда. Короче, тема стройки очень глубокая, но очень интересная. Вкус денег почувствовал? Ну конечно, мы сейчас с ребятами дальше продолжаем работать. Вот отсюда тебе такой ловкий вопрос, такой хитрый, ну давай смотри, сейчас еще один-два объекта снимем вместе, а потом сам. Нет. Ну а что, почему? Ну имеешь право, то есть как бы здесь же все в открытом. Нет, это можно, можно, конечно, можно постараться, я в принципе в смежной сфере работаю, поэтому как бы проблем нету, но так как я работаю там, я лучше, пусть ребята здесь занимаются и все, это легкие деньги. Ну легкие деньги, но все равно, раз мы говорим про деньги, видишь, вот тут комиссия 50%, я просто вижу комментарии, люди скажут, типа, блин, им 10 тысяч, а тебе все остальное. Ну условно там 10%, 5%. Нет, это нормально, это нормально, ничего не делая, абсолютно, приехав там раз в месяц посмотреть, как у тебя строительство ведет на участке, это нормально. Слушай, ну а риски, да блядь, а какие вот риски, давай по-честному, ты рассматривал, когда-то заходил, не было ощущения, что, допустим, а если не получится, а если сейчас построим, не продадим, вот и какие вообще в голове были? Нет, было страшно, да, то есть все это может там продлиться на год, на полтора, на два, но все получилось, я вижу, что это у ребят все получается не только здесь, а еще на других участках, поэтому, ну как бы, я поверил нормально и все у нас хорошо получилось. Ну теоретически просто, в процессе общения с тобой я слышу такую картину, что изначально ты сам себе этот участок как бы и хотел, и что в целом, если бы даже, ну к примеру, он там не продавался бы. Ну я бы себе забрал бы. Это было бы твое? Да. В дальнейшем, вот смотри, когда деньги получил? Месяц назад? Две недели назад? Уже потратил по денег? Нет, пока нет. Нет, обратно будем инвестировать. Ну уже присматривать, какой сейчас этап у вас, что вы там, ищите какой-то другой участок? Ищем участок, другой участок. Всегда есть какая-то там ложка дегтя, негатива и так далее, какие-то минусы, сложности, вот в процессе, не знаю, пока учился, пока общался, присматривался, вот вспомни, что у тебя прямо такое, знаешь, прям, блин, что-то мне не понравилось, ой, вот так вот я не хочу, по-другому хочу. Такого не было, это, скорее всего, даже, наверное, скорее всего, мое какое-то стеснение и мои тормоза, там, лишний раз тормошить Диму, там, в процессе обучения, ну нет, все, все четко дается, в принципе, какая-то, ну, может быть, это мне было легко, потому что половину... Ты хотел еще посмотреть? Уже некоторые готовы деньги, да, вложить тоже, но пока что-то они пока тормозятся, да. Основной запрос идет, кто-то хочет себе дом выходного дня, кто-то хочет просто дачу, точно так же есть запрос под постоянное жилье. Но это уже стараемся подбирать ближе к МКАДу, чтобы человеку было удобнее добираться до работы, там, до Москвы, вот в таком формате. Также сотрудничаем строительные фирмы, есть заказы, подбираем землю под коттеджные поселки, кто массово застраивается, ведем такие проекты. С частниками работаем, частных заказов много, работаем по области Раменский, Домодедово, ну, в принципе, без разницы. Земельные участки по назначению разнообразные. Кому-то нужна сельхозка, кому-то нужна промземля, кто-то хочет поставить цех, кому-то нужна автомойка, кому-то нужен загородный дом. Добавили еще услугу подбор земельного участка. Это те, у кого не хватает времени, заняты своими делами, своим бизнесом, но земля нужна под конкретные цели. А вот здесь я нажму на паузу для того, чтобы обсудить тонкую и деликатную тему. На сегодняшний день слово обучение стало страшным. В процессе монтажа я подрезал несколько раз, где, например, Макс говорит, ну, вот, я обратился к ребятам, прошел обучение. Дмитрий говорит, ну, мы как бы делаем обучение, но это не обучение, это как бы наставничество, это сопровождение. Понимаете, вот такие слова, которые инфо-цыгане запятнали так, что их уже страшно произносить, потому что я понимаю, что сейчас сложится картина, все, какой-то развод. И в подтверждение этому один из комментариев, читаем, этот товарищ больше заработает на учениках, чем на самих землях. Ха-ха-ха, и там вроде некоторые люди пишут, да-да-да, развод, развод, развод. Далее я у Дмитрия спрошу, зачем тебе вообще нужно кому-то подсказывать, рассказывать, как можно получить землю? Здесь очень интересно, кто как посмотрит на получаемую информацию. Так, например, есть хороший комментарий. Из-за таких предпринимателей, в кавычках, люди не могут приобрести себе землю по адекватной цене. Для всех перекупов надо конские налоги ставить и сроки владения. Цены на землю в порядок придут. То есть, человек, просматривая сюжет, не понимает, что ему бесплатно дают информацию, что есть сайт, можно пройти торги, как что пройти, получить, заплатив лишь госпошлины. И никому платить не нужно. Знакомство с Дмитрием у меня началось еще года, наверное, 4 назад. Тогда он говорит, смотри, мы книгу написали, как землю от государства получить. Просто пошаговая инструкция, мы ее продаем, давай мы ее прорекламируем. Тогда мы книгу прорекламировали, мол, покупайте, и вы будете иметь знания просто структурированные. Не устраивает людей. При этом, вот, пожалуйста, купите от частника участок, который уже прошел всю процедуру, но ценник другой. Мы про это с вами проговорили. Поэтому просто в подводку сюда страшно, представляете, страшно говорить, что можно научиться, а дальше самому зарабатывать. Ну, те, у кого голова варит, я думаю, вы еще спасибо за этот сюжет скажете, ведь для вас шикарная информация разжеванная. Идем дальше. Пару вопросов. Смотри, вот ты говоришь, что год назад вы еще пользовались услугами строительных компаний сторонних, сейчас начали строить сами. Да. А как это? Вы бригаду свою создали, прорабы наняли, технику закупили или как? Как это происходит? На данный момент получается порядка пяти-шести бригад, которые работают постоянно. Точно так же есть бригады, которые на звонки. В зависимости от заказов, в зависимости от загруженности привлекаем. Но это уже не сторонние компании. То есть мы никого не берем на подряд, чтобы нам построили. Это наши проекты, наши работники, наши сметчики, наши прорабы, наши кадастровые инженеры, наш юротдел. То есть постепенно-постепенно растем. Короче, вот, ребята, вот просто ключевое. Когда хочется трудиться и зарабатывать, вот к чему это идет. А потом скажут, что тебе родители помогли. Денег папа дал, мама дал, это все неправда, там еще что-нибудь. Вдруг министр и так далее. Вы просто смотрите, просто сюжетную линию, потому что мне очень нравится, например, с тобой снимать. Потому что я вижу, как у вас постепенно-постепенно рост идет. А какая ключевая была вообще задача? Почему вы решили отказаться от сторонних услуг? Для чего? Сэкономить? Объем пошел больше? Понимаешь, при выполнении некоторых заказов сторонние организации не выполняли свои услуги в полном объеме. Либо ненадлежащее качество нам давали. Так как мы все равно отвечаем перед заказчиком, нам этот строительный объект реализовывать. Мы идем к, скажем так, идеальному результату. Не получали качества, были задержки по срокам. Пришли к тому, что нужно эту услугу оказывать самим. Ну и, конечно, момент экономии тоже присутствует. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Повторение, мать учения. Я тебе, в принципе, задавал уже этот вопрос в предыдущем сюжете, но, тем не менее, все равно его неплохо дожать. Вот я сижу такой, смотрю и думаю, даете возможность людям знания получить, как это заработать. Нахрена это надо? Вот казалось бы, зарабатывайте сами, покупайте сами земельные участки, строите, продавайте. Вот вы сейчас сделали, да, но вы 850 тысяч, будь добра, дай на страну. Время на человека тратить, ему рассказывать. Ну даст он денег, это понятно, но так вот в глобальном смысле, может никому ничего не говорить, а наоборот говорить, да-да-да, все плохо, тяжело, не лезьте. И вот строить, и забирать все себе. Нет, ну тут просто такой момент, всего мы охватить сами не сможем. Даже объемы у нас выросли, я ничего не хочу сказать, все хорошо развивается, локаций стало больше, объема работы стало больше, штат постоянно расширяется, так как мы сами все не сможем просто освоить, даже операционку. Но есть запрос от людей, мы на этом, мы лично можем на этом зарабатывать. Человеку это может приносить, как все сейчас любят это слово, пассивный доход, если он не хочет в этом участвовать вообще. Обращается, рассматриваем вариант. Я не могу сказать то, что мы часто отказываем, но не могу сказать, что мы всех берем. Если что-то мы видим пойдет не так, либо локация нас полностью не устраивает, также просчитывается экономическая составляющая по каждому земельному участку. Да, мы беремся, да, мы работаем, да, мы за это получаем свою комиссию, о которой мы говорили до этого. Точно так же это, понимаешь, не какое-то вот обучение, это сопровождение. И мы не можем взять очень много людей. Мы берем, опять же, ну 8 человек, это в месяц. Остальное нереально просто по времени. И мы сопровождаем человека, чтобы он на практике это прошел. Это не какой-то вот видеокурс, он посмотрел и все, я теперь буду пробовать сам. Нет, он делает это, а мы наблюдаем и показываем, где нужно сгладить, как нужно правильно подать. И второй раз, когда он начинает это делать, а 90% людей, которые прошли сопровождение, даже они с нами не участвуют в совместных проектах, они ведут свою деятельность сами. Они потом приходят на консультацию, которая, понятно, для них не бесплатная, бесплатная, так как они с нами сотрудничают, уже обращаются, помогаем. Но это уже какие-то такие консультации, скажем, которые можно обсудить в течение 15-20 минут, когда человек понимает, что он делает. Он структуру всю уже знает. Очень часто у нас люди хотят гарантии. Дай мне гарантии. Как это все заключается? Договор. Вот, допустим, с Максом вы делали, вот я его спрашиваю, ты там пережил, он говорит, ну а мало ли, там что-то не реализуется. Вот человек сейчас сидит, а я приду, а мне вместо полгода, полтора года будет продавать. Или как, какие-то сроки есть? Смотрите, получается, касаемо гарантии, человек заключает с нами договор о совместной деятельности. Земельный участок в аренду оформляется на человека. Он является арендатором. Строится домовладение, вводится в эксплуатацию. Владелец, собственник, человек. После этого переводим на основании строения земельный участок в собственность. Собственник, человек. Уже. Уже. И опять же, как я говорил, на каждом этапе земля с дисконтом, строительство по нашим ценам. Они, опять же, индивидуально под проект, мы их озвучиваем, сколько это будет стоить. Идет с дисконтом от рынка. Опять же, мы знаем, сколько это стоит на рынке. И, скажем так, в конце, в завершающей стадии, перед реализацией, человек уже получил земельный участок в собственность, строение в собственность. И оно даже на этом примере гораздо ниже рынка. Какие у него риски в данном случае? Он всегда сможет продать на 30% ниже рынка, если ему быстро нужно. И получить прибыль. Случаев их не было, потому что я даже не могу привести пример, что человек это сделал, и потом ему пришлось реализовать это ниже рынка. Почему именно каркасник? Быстро, наверное. Быстро. Опять же, экономия идет на аренде. Для того, чтобы сэкономить на аренде, и земельный участок получился с дисконтом, по хорошей стоимости, нужно быстро провести строительные работы и ввести его в эксплуатацию. Поэтому было выбрано такое направление, как каркасники. Два месяца дом готов, за эти два месяца подключаются коммуникации. Коммуникации, честно могу сказать, именно по свету. Бывает от 4 до 6 месяцев. Вообще, обычно в тех условиях Россети наши прописывают 4 месяца. Да, они выполняют свои условия. Ничего не хочу сказать. По Московской области это так. Бывают такие локации, в основном это западное направление, что свет могут подключить в течение полутора месяцев. Но это значит, новая линия, только что построенная, все мощности есть, просто кидают СИП на участок. В среднем 4 месяца. И зачастую мы построили дом, не можем перевести в собственность, пока нам Россети не подключат свет. Как только подключили свет, мы перевели земельный участок в собственность. Он готов к реализации, ну и также к проживанию. Слушай, последний вопрос на этой точке. Вот сейчас сидит человек, может быть пьет чай, кофе, бутерброд есть. Говорит, ну ладно. У меня вот 100 тысяч есть рублей. Рублей. Готов попробовать, поучаствовать в этой истории. Вопрос хитрее. Какие вообще условия, на каком этапе можно зайти? У меня там, я не знаю, 10 миллионов есть, ну к примеру. У кого-то 2, 3. С какими цифрами вообще можно зайти, чтобы уже что-то хотя бы получить? Ну опять же, давайте так смотреть. У нас земельный участок достается там порядка от 100 до 500 тысяч мы потратили на аренду. Берем строительство. От 2 миллионов в зависимости от проекта. Подключение коммуникации еще 500. Вот проект подобного плана. Может быть чуть меньше. Может быть чуть больше. Рассматривается где-то от 3 можно начинать работать. Почему я говорю от 3? Земельный участок достался за 90 тысяч. Дешево. Дешево. Опять же, локация, удаленность от Москвы. Все, когда приходят за той или иной услугой, дайте нам ближе к Москве. Дайте нам ближе к Москве. Цены. Смотрите. И точно так же стартовые стоимости годовой аренды. Чем ближе мы к Москве, тем это идет 500, миллион, полтора. И мы идем до цифр в 4, в 5 миллионов. Да. За участок. За участок. Мы после этого забираем его за 50% от рыночной стоимости. Но цифры-то другие уже. Ну да. Если мы можем планировать, сколько обойдется нам строительство, плюс-минус 10-15%, это одно. Что касается аренды земли, здесь уже именно от локации, от населенного пункта. В этом населенном пункте 300 тысяч сотка. А вот в этом 150. А они в 10 километрах друг от друга. Вот это просто очень важно. Уточнение, так как люди смотрят, сейчас услышат, знаешь, тут за 2, тут за 3. Понятное дело, друзья, подобное может обойтись и в 5 миллионов рублей. Дом можно истекление дороже поставить, и фундамент круче, и все что угодно. И таким образом дом будет совсем других денег стоить. Вот ты мне еще скажи, пожалуйста, как вы реагируете-то на информацию, что вся ваша деятельность – это порождение перекупов. Ну помнишь, читал комментарий, что для чего это нужно, ну зачем? Хотя это по факту легальный бизнес. И когда выходишь на торги, на один земельный участок может прийти там 100 человек. До него, да. 100 человек, да. Но у вас, например, вот вы забираете вот этот по номиналу, предыдущий участок, который мы показывали, вы забирали по номиналу. И у людей в том числе складывается впечатление, что не так-то. Ты просто, Дмитрий, есть у тебя мохнатая лапа. Да нет, здесь опять же, на данный момент все аукционы проходят в электронном виде. И любой человек может подать заявку, прийти на аукцион, не зная, сколько там будет людей, до какой цены пойдет. И здесь какие-то договорные уже ситуации, они отсутствуют. Хотя, как бы, есть кто-то пытается найти в процессе аукциона этого человека, кем он участвует. Но это, не могу сказать, что очень сложно, но не могу сказать, что и очень просто. Поэтому человек выходит, у него есть свои лимиты, он готов потратить на землю 500 тысяч рублей. Он доходит до своего предела, останавливается. Пробует в следующем себе земельном участке. То, что мы забираем земельные участки по начальной стоимости, нет. Мы сейчас еще будем локацию показывать. Там полтора миллиона годовая аренда. Она была не по начальной стоимости, было 4 или 5 участников. Точно так же мы приходим в аукцион, их 9-11, а цена может подняться на 30 тысяч рублей, а их 15 человек там. Здесь аукцион, мы его не просчитаем. Как он повернется? Вот на прошлой неделе я у себя в соцсетях транслировал Домодедовский район. Хороший земельный участок, хороший населенный пункт. 2-2,5 миллиона рублей стоит земельный участок, там в 12 соток. Забрали за 500 тысяч. Опять как единственный участник. Я знал, что там никого не будет? Нет, не знал. Я подал заявку, мы его получили. Ну вот как это? Чудо это или что? Да нет, это не чудо. Я опять же говорю, часть, треть участков достается по начальной стоимости. Все остальное это обычный аукцион в электронной форме. И чем он закончится, никто не знает. Короче, друзья, даже не вижу смысла дальше разжевывать эту тему. Ну, просто вспоминаю ваши комментарии ко всему предыдущему. И я снимал, когда мы сами забрали земельный участок по аукциону, пожалуйста. С Дмитрием общались, и всегда одни и те же комментарии. Есть люди, которые вообще ни во что не верят. Им показываешь, вот земля, вот он, дом продан, неправда, неправда, неправда. Поэтому смысл тратить на это время. Вот год назад был ролик, мы были в Алакаламском районе. Разговор был, что мы потратили миллион на дом. Потом аренда у нас была начальная. Мы потратили миллион двести там на весь проект. Земельный участок после выкупа в собственность был разделен. Одна часть продалась как просто земля, другая часть продалась с домом. С домом продали за два. Участок, я не помню, или 600, или 700. Вот можно посчитать доходность, сколько мы вложили. Проект был не под инвестора, не под совместную деятельность. Он был наш, мы не торопились его довести до конечной точки, потому что много заказов было. И арендная ставка была небольшая, мы его реализовали в течение года. И продали там, он занял год и два, год и три. Вот мы получили прибыль. Точно так же ее можно просчитать. Как по мне, выпуск получается действительно шикарный и самое главное полезный, взрослый. Далее мы будем с вами перемещаться на следующую локацию, где еще 20-25 минут и будем переходить к логическому завершению. Я бы с удовольствием снял подобный сюжет про коммерческую недвижимость в рамках Москвы и Московской области. Значит смотрите, ребята, в качестве благодарности на Дмитрия оставлю контакты, в том числе на его телегу. Вот на нее просто рекомендую подписаться с точки зрения того, что всем тем, кому тема недвижки, земли интересна, он так же по-живому снимает, показывает, какие они участки выиграли. Когда у них там идут судебные разбирательства, чем дело закончилось, что стало камнем преткновения. То есть повседневность может показаться, что все легко, просто. Ну вот подпишитесь, почитайте, посмотрите, что люди рассказывают. В том числе контакт напрямую, звоните, общайтесь, консультируйтесь. Тут уже как решите, возможно, найдет какой-то общий знаменатель к сотрудничеству, мы же отправляемся дальше. Что называется магия монтажа, и мы уже в совсем другом поселочке. Ребята, обратите внимание, даже когда заезжаем, уже по-другому домики выглядят сразу, видно, денюжка, денюжка гуляет. Вот расскажи, почем этот участок был выставлен на торги изначально, то есть номинал, площадь его и за сколько вы его забрали? Находимся мы сейчас в Истринском районе, поселок Агрогородок. Прямо с Када съезжаем, буквально 500 метров и въезжаем в поселок. Участок 10 соток, на аукционе он был выставлен за 490 тысяч. Выиграли мы его за миллион 480 или 490 тысяч. Как же за полтора? За полтора миллиона годовой арендной платы. В три раза, ребята, в три раза. Задача сюжета не только вам показать плюс, рассказать как хорошо, показать реалии, картины, об этом мы еще сейчас отдельно даже поговорим. Смотри, полтора миллиона раз это в год. У вас по плану полгода, соответственно 750 тысяч, мы считаем, уйдет на аренду. Далее 50 тысяч оформления, ну и собственно строение. За моей спиной дом в процессе строительства. Рассказывай, что это такое, какая площадь. Дом строится порядка 100 квадратов, дом для постоянного уже проживания, будет 200 утепление. Теплый, хороший, по квадратуре подходит не только как дачный дом, дом выходного дня, а также для проживания семьи. Ну вот сколько он обойдется по деньгам человека? 3,5 миллиона. Ценовая политика мы строим от 30 до 40 тысяч квадратный метр, в зависимости от проекта. И еще также пожеланий заказчика. Какое утепление, какие разводки электричества, какая отделка, какие подсветки и так далее. То есть каждый проект просчитывается индивидуально. В этот диапазон цен мы попадаем, но зависит от того, что именно мы хотим добиться в конечном результате от нашего строения. Вот давай, 3,5 плюс 800, 4,300. Далее, септики, электричество, какие-то коммуникации. Септики уже у нас есть на объекте, получается. Ну, скажем так, 100 тысяч рублей вместе с работами. Забор, ворота мы поставили. Также обошьется порядка 320-350 тысяч забор. Подключение электричества на данном объекте 54 тысячи. Планировка участка, что-то будем подсыпать. Весь проект рассчитан, что мы укладываемся в 5 миллионов рублей, не больше. Может быть 4,800, 4,900, но до 5. Давай так, возьмем для простоты счета 5 миллионов рублей. Вот когда человек новый купит его, что ему будет оставаться? Заносить только мебель уже, получается, в дом? Или все равно внутреннюю какую-то отделку еще делаем? Ламинат будет, разводка электричества будет. Что-то по его желанию. Санузел будет подготовлен под внутреннюю отделку. То есть какая плитка и так далее. Ну и все, уже заноси мебель и живи. Ну вот давай, смотри, 5 миллионов рублей, получается, вкладывает также человек. Кто это? Да, более подробно. Это также совместный проект. Девушка к нам зашла. Она сама какие-то участия привела? То есть вот этот участок искала? Или она только пожелание говорила? Она говорила, она рассматривала те варианты, которые мы ей предлагали. Мы совместно, я показывал ценовую политику также в этом населенном пункте, сколько стоит земельный участок. Здесь земельный участок стоит порядка 2,5-2,810 соток. Просто кусок земли? Просто кусок земли чистый. Строение здесь стоит от 80 тысяч за квадратный метр. Вот мы построим 100-105 квадратных метров. Обойдется весь проект нам в 5. Рыночная стоимость порядка 9, я думаю, что будем торговать 8. Ну опять же, цена обсуждается. Рубрика «Доверяй, но проверяй». Обратите внимание, как быстро летит время. Монтирую весь день, с утра до вечера. Как минимум, за это можно поставить лайк. Ребята, залетаем на доски объявлений. И вот здесь, на самом деле, очень интересная ситуация. Ну вот смотрите, открываю объявление. Участок 1,7 миллиона, 10 соток. С одной стороны, думаешь, как это 1,7 миллиона, ребята забрали с аукциона за 1,5-10 соток. Ну это прям какое-то такое, знаете, интересное предложение. Но, обратите внимание, там сколько, я не знаю, 100 метров. Участок 8 соток по цене 3 миллиона рублей. 3 миллиона рублей за 8 соток. И вот ответьте мне, что это такое? В чем может быть подвох? Ваше мнение напишите в комментариях. Один слишком жаден или другой что-то утаивает? А? Как думаете? Смотрим дальше. Объявление 9 участков от 1,7. Ну, здесь все понятно. Здесь кто-то купил, видимо, большой кусок земли, где-то поблизости наделил их. И, соответственно, продает по таким ценам. Опять же, люди купили, понятное дело, куда дешевле. То есть, доходность каждого участка там хорошенькая. Ну, давайте посмотрим строение. Вот участок с готовым строением. Здесь у нас представлен дом 130 квадратных метров. На участке тоже 10 соток. Но дом у нас сделан из бруса. Это тоже важно. Я, конечно же, не строитель, не лезу. Но понимание простое есть. Можно построить дом, мне кажется, и еще дешевле, чем строят ребята. Там не 3,5 миллиона, а в 2 сложится. Но из чего этот будет дом сделан и каково там будет в минус 25, вот это хороший большой вопрос. Короче, таким образом, если даже вы продадите его, давайте не за 8, не за 7, по миллиону точно так же накажут. Да, ну за 7, наверное, дешево. Ну, да. За 8, я думаю, он продаст. И напомню, друзья, что сейчас, ну, в принципе, уже давно нельзя просто так прийти на аукцион, выиграть, там, оформить на себя землю, перепродать, ничего не построив. По закону вы выигрываете земельный участок ИЖС, вы должны построить дом. Да. Сейчас это минимум 60 квадратов или сколько? По внутренним правовым актам Московской области от марта 22 года мы должны построить минимум 5% от площади земельного участка. То есть земельный участок 10 соток, не меньше 50 квадратных метров. Не меньше. Ну и опять же, 30 соток, это 150 квадратных метров должен быть дом. То есть тоже, да, понимаете, а то, кто-нибудь сейчас посмотрит, там сам выиграет участок, о, 30 соток, сейчас за полтинник 50 квадратов поставлю дома, а там 150, то есть, считай, цена сразу совсем другая. Да, но еще точно так же обращаем внимание, вот мы заезжали в поселок, смотрим, что уже построено, какая культура жилья вообще, что строят, как люди привыкли в данном населенном пункте жить, и что они хотят видеть вокруг. Точно так же, учитывая все эти факторы, принимается решение по строительству того или иного объекта. Этот проект будет, понятно, это каркасное строительство, но он будет весь отделан искусственным камнем, должно получиться фотографии проекта. Поэтому, ребята, видите, сколько нюансов, так вот можно подумать, о, богатые живут, сейчас шесть соточек урвем, небольшой домик построим, потом будешь сесть с ним, потому что здесь он нахрен никому не нужен, здесь немного другой уровень к подходу покупки и строительства жилья. Представьте, вы генеральный директор, вы несете ответственность за всю компанию и ее сотрудников, и у вас нет права на ошибку. Вам приходится контролировать руководителей, но на контроль сотрудников у вас уже не остается времени, а многим и представлять не приходится. Бизнес-телефония ЮЭС создала уникальный сервис для руководителей и владельцев бизнеса. Онлайн-мониторинг, в котором вы получите конкретные инструменты для управления и контроля сотрудников, которые помогут повысить вашу прибыль. От отслеживания источников рекламы до записи разговоров. ЮЭС разработала комплексный метод подхода к коммуникациям по запросу предпринимателей на основе 20 лет работы в этой сфере. Вы получите более сотни доступных метрик, настройка виджетов, которые помогут настроить рабочие процессы. А благодаря мощнейшей технической поддержке платформа получила звание народного лидера в сегменте по рейтингу Яндекс. А подключение и настройка занимает не более трех часов. Полученные возможности помогут вывести ваш бизнес на новый уровень. Получите личную консультацию со специалистом ЮЭС, где он ответит на все ваши вопросы. По ссылочке в описании или по QR-коду, который прямо сейчас вы видите на экране. И по ним же вы можете получить бонус в виде тысячи рублей на счет для того, чтобы потестировать платформу. ЮЭС ждет вас в описании. Давай для объективности затронем блок минусов, негатива, с чем можно столкнуться. Ведь когда все легко и просто, когда приехали, о, земля уже выиграна, дом построен, уже продан, деньги уже поделили. И тут строится, через месяц закончим, продадим. Это становится впечатлением, что ну что-то как-то все легко и просто. А как на самом деле бывает? Расскажи какие-нибудь сложности, с чем можно столкнуться. Да, в принципе, как бы много нюансов и сталкиваются с целым перечнем, скажем так, проблем. При формировании неправильно сделаны схемы. Точно так же где-то затронули какую-то зону, не соответствует той форме подачи, как человек подает схему. При том, как уже построили, перевод земельного участка в собственность на основании строения. Строение должно точно так же выдерживать те требования, которые предъявляет администрация. То есть соответствует жилому. Она прописана база, чем должно обладать строение при переводе в собственность. Но, как показывает практика, каждый муниципалитет имеет свои какие-то точки, на которые он обращает внимание. Кто-то обращает внимание на входную группу, кто-то цепляется, нету козырька над входной группой. Кто-то говорит за наружную отделку, кто-то за внутреннюю, почему нету разводки электричества, и это не соответствует жилому. То есть со всеми администрациями практически в Московской области мы уже контактировали, знаем свои особенности работы, на что обратить внимание, к чему будут цепляться, и стараемся это как-то сгладить уже на начальном этапе. В случае того, если все-таки мы не находим понимания в решении того или иного вопроса, опять же повторюсь, юридический отдел, экспертизы, домовладение, в крайнем случае идем в суд. Тоже бывают суды, я не могу сказать, что все это гладко, но стараемся к этому не доводить. А долгое суды занимают вообще? Порядка трех месяцев затяжка, пока подали исковое, единственный момент по назначению первого слушания. Его могут переносить, его могут назначить через месяц, а могут через три. Так, ну хорошо, смотрите, документы, сбор, это проговорили. Что еще? Вот давай разберем. По знакомству можно, вот по знакомству получить земельный участок без торгов, без аукционов, вот люди рассказывают, вот ничего не проводить, просто вот приехал и порешал. Ну, так нет, не то, что ты приехал, договорился и тебе выдали земельный участок. Земельный участок можно получить без аукциона, путем предоставления. Мы, в свою очередь, мы постоянно формируем там порядка 50, наверное, земельных участков, каждый месяц мы подаем схемы. Но мы тоже получаем отказы, не так, что мы подали, все, у нас есть 50 участков. Нет, мы с этим тоже сталкиваемся. Где-то ответы обоснованы, почему они нам отказывают, на основании чего, это все в письменной форме отвечается также. Где-то мы забираем земельные участки, есть такая формулировка, по предварительному согласованию, они не доходят даже до аукциона. Не было желающих, не заинтересовал этот земельный участок. Вот проект, поподробнее расскажи. Подали заявление, согласовали схему, появилась публикация на сайте ГИС Торги. За время публикации каждый человек, любой в стране, вообще не только в Московской области, может подать именно на этот земельный участок заявление, в котором будет указано, прошу провести аукцион по данному земельному участку. Если такое заявление поступило, порядка полутора-двух с половиной месяцев, и этот земельный участок появится на сайте ГИС Торги с начальной стоимостью аренды. Как в данном случае, она была там 490 тысяч рублей. Если же никто не написал такое заявление, нам этот земельный участок достается по минимальной начальной арендной ставке годовой аренды. Эту ставку также рассчитает администрация, и она, как показывает практика, будет немного ниже, если бы он вышел в аукцион. Например, вот этот земельный участок нам бы по предоставлению достался 300-350. Если он выходит на аукцион, точно так же есть оценочные компании, которые сотрудничают с муниципалитетом, между них проводится конкурс, и выигравшая компания оценивает этот земельный участок согласно месту положения этого земельного участка и, опять же, коэффициентам различным, у них своя работа, скажем так. И вот они его оценили и выставили. Если же не написал никто заявление, да, этот земельный участок наш, аукциона не было, и мы также его используем и переводим в собственность. Вот, держу. Срок? Срок какой? Вот ты подал, и в течение скольки не должен никто податься? От 10 до 30 дней, в зависимости от региона. Москва раньше делала такую публикацию на месяц, на 30 дней. Сейчас, как показывает практика, немножко, опять же, регулируется это внутренними правовыми актами, такая публикация выставляется на 10 дней. В течение 10 дней поступило заявление, пошел земельный участок на аукцион. Не поступило. Друзья, знания. Знаешь, как подать, подождал. Повезло тебе, возможно, ты выберешь даже сам по себе земельный участок, который реально нахрен никому не нужен. Одному тебе он интересен. А если место ликвидное, востребованное, ну, жди. Там таких, как ты, будет очень-очень много. Но ключевое, что я хочу сказать, вариантов не платить ничего за аренду, они существуют? Вот льготы же, по идее, есть там? Есть льготная категория граждан, которым земельные участки предоставляются, ну, по льготе. То есть, либо сразу в собственность, как это зачастую бывает, либо на каких-то условиях в аренду с переводом в собственность. Этот перечень точно так же существует в администрации, расписаны категории льготников, и это раз в год составляется такой реестр. Ну, а земельный участок они предлагают из того, что уже есть, или я как бы могу сам прийти, сформировать, выбрать, где я хочу? Обычно в каждом муниципалитете есть, скажем так, зоны в этом районе, где запланировано выдавать льготникам. Сразу следующий же вопрос. Иногда они находятся в очень хорошем месте со всеми коммуникациями и инфраструктурой. Иногда это бывает подальше и не очень удобно. От этого формируется ценовая политика данного земельного участка. А бывает просто в полях. На самом деле, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят, но с другой стороны, льготники тоже люди, им тоже как бы хочется хороший земельный участок. И не важно, что они с ним будут делать, строиться, продать. Вот, все имеют право пользоваться абсолютно одними и теми же инструментами. А то иной раз на некоторых накидываются, вот почему вы там продали или купили. И, друзья, все должно быть у всех равны права. Да, и опять же, повторяюсь, я не говорю, чтобы не складывалось впечатление, что у нас все гладко. Мы написали заявление, нам все согласовали, мы пришли на аукцион, выиграли. Нет, мы и проигрываем аукционы. Аукционы переносятся, например, мы планируем забирать этот земельный участок. По ряду причин они могут переноситься. Мы переводим земельный участок, не буду называть муниципалитет, получаем 4 отказа. Точно так же подключаем юристов, экспертов, делаем заключение, подаем еще раз, получаем отказ, опять смотрим. Стараемся, как повторюсь, не доводить до судов. Но случаи бывают. Вот это тоже хороший момент, что, грубо говоря, я хочу, чтобы открыто все было. С точки зрения того, что вы, например, можете обратиться или начать вместе сотрудничать. Максу повезло, у него прошло условно по зеленой. Здесь повезло, а вам, может, не повезет. И как бы вы первый раз отказ получите, аукцион проиграете, ценник задерут. Ну, то есть, чтобы вы тоже люди готовы, что это время занимает. Да, и опять же, мы предоставляем услугу индивидуального сопровождения. Как я говорил, доводим человека до результата, потому что в процессе сопровождения человек уже участвует в аукционе и получает свой земельный участок. У него либо есть свое видение осваивания его и перевода в собственность, либо он пользуется нашими услугами. Мы хотим показать на практике, чтобы он сделал это сам, через себя пропустил, чтобы второй раз он только к нам обращался за консультацией и делал, если хочет, сам. То же самое по подбору земельного участка. Есть конкретная задача. Промземля. Я хочу ресторан, я хочу магазин, я хочу коттеджный поселок, дайте мне квартал. Все обсуждается, все индивидуально. Вот эти проекты, которые мы показываем о совместной деятельности, да, они есть, их немало. Но точно так же переходим уже в более крупные какие-то девелоперские проекты, касаемо квартальной застройки. Это, ну как, растем, это интересней, это следующий шаг, поэтому как бы потихонечку развиваемся. А с точки зрения вообще, вот так скажем, движухи, вот за последний год, как вообще в стране вот это все? Ну по крайней мере там, вы же не только по Московской области работаете. Вы работаете в целом по стране? По стране, да. Ну как вообще, спрос есть, люди-то шевелятся, покупают, продают, идет торговля? Опять же, да, вот ты до этого задавал вопросы, касаемо с кем мы сотрудничаем, выгодно ли, не выгодно сотрудничать. Вот не так давно было выгодно, и все инвестировали в квартиры. Взяли квартиру, подремонтировали, продали, на этом заработали. Точно так же сейчас идет просадка по квартирам. Люди, куда инвестируют, рассматривают. Загородная недвижимость за последние 2-3 года значительно возросла в цене и в спросе. Поэтому, как бы, это пользуются спросом. Вот так вот кто-то утром выйдет с двойным эспрессо, смотрит там. А это вот депутат у нас живет, Михаил Саныч. Михаил Саныч, доброе утро. Шутка, кто живет, не знаю. Хорошо мы сегодня пообщались, но расскажи, пожалуйста, как вообще работа идет. Вот мне интересно, вот начинается понедельник. Что ты делаешь? Как вы вообще в целом работаете? Сколько человек в штате? Что делают люди, которые приходят и говорят, так, все, я хочу участок, это же нужно сесть за компьютер. Или куда-то поехать, это разъездная работа. Вот именно постараюсь передать сейчас вот кратенько рабочую атмосферу, недельную. Со скольки до скольки работаете, есть ли выходные, ну вот такую информацию. Получается, если смотреть, как это все происходит, есть 2 менеджера, которые обрабатывают заявки. Зачастую, зачастую я тоже могу взять и обработать заявку, если у меня есть на это время. После того, как заявка отработана, я порядка где-то 3-4 часов в день я уделяю общению с людьми. То есть это либо кто зашел к нам на подбор, либо на индивидуальное сопровождение. После этого есть свои задачи. Посмотреть новые участки, где-то подконтактировать с администрацией, касаемо тех людей, с которыми я сотрудничаю и также своих объектов. Другой день могу, там вторник, например, высвободить, проехаться, посмотреть по строящимся объектам. За строительные объекты отвечает напарник, с кем у нас вся эта деятельность ведется. Два кадастровых инженера, кто проверяет карты зонирования, делает схемы, выбирает земельные участки. Опять же, в тех локациях, которые я им даю, где мне нужно. Юротдел, опять же, отказы. У кого что не получилось, потому что люди к нам приходят на любом этапе. Не то, что он с нуля пришел. Он уже выиграл земельный участок. Не знает, что строить. Пришел. Он уже нахера вертел. Да, это прям... И он пришел. Он где-то уже был что-то, проходил какие-то обучения, не поймет, столкнулся с чем-то, не найдет ответа. Приходит, построил, не может перевести. Опять же, получил уже какие-то отказы. То есть, на любом этапе человек приходит, у него есть конкретный запрос, подключаемся. И точно так же, чтобы это не выглядело, что я такой вездесущий, одной рукой подписываю договора, другой я строю дом. Нет. На каждом, за каждым, скажем так, направлением есть группа людей, работников, кто это делает, кто это курирует и так далее. То есть, ну, это команда людей. Таким образом, часик пролетел незаметно. Вареники улетели буквально за 65 секунд. Какой можно сделать вывод? Информация. Сегодня вы услышали ее абсолютно бесплатно. Пожалуйста, думайте, анализируйте, покупайте через торги, участки сами. Ну, вы понимаете. Выигрывайте, строите дома. И это для вас, для вашего кошелька будет выгоднее. Если вам нужна помощь людей, которые этим занимаются, в качестве благодарности, в середине ролика я сказал, оставлю на них контакты. Ну, невозможно снимать выпуск, где люди делятся с тобой полезной информацией, взрослой информацией. И скажите мне, не-не-не, скажут рекламу, они будем никакие ссылки оставлять. Телеграмм, списывайтесь, общайтесь, звоните, задавайте все ваши вопросы. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграмм нашего канала. Ваше мнение развернуто. Я жду в комментарии. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok